Из-за новой волны потока нелегальных мигрантов Министерство внутренних дел предлагает в ближайшее время восстановить усиленный режим охраны границы Латвии с Белоруссией. Планируется, что он начнет действовать с 13 марта по 12 сентября текущего года. В зимние месяцы поток мигрантов в Латвии с Белоруссией уменьшился, поэтому усиленный пограничный режим на латвийской границе был отменен. Но сейчас, когда давление нелегальной миграции снова растет, государственная пограничная охрана призывает вновь ввести усиленный режим на территориях Лудзинского, Красловского, Аугждаговского краев, Дагополса и Каунадской волос Терезыгнинского края. В условиях усиленного режима государственная полиция и национальные вооруженные силы будут оказывать необходимую поддержку государственной пограничной службе. Также ответственные органы наделяются различными правами, в том числе входить в помещение без разрешения владельца для предотвращения угрозы. Союз Зеленых и Крестьян призывает парламент серьезно начать дискуссию о пересмотре административно-территориальной реформы по причине несогласия с ней определенных самоуправлений. Напомним, данная реформа, реализованная в 2021 году, сократила количество самоуправлений до 43. И сейчас на местах обсуждаются решения, которые могли бы вновь изменить границы краев и число самоуправлений. Парламентская фракция Союза Зеленых и Крестьян уже призвала все самоуправления подать свои предложения в виде решений ДУМ о возможных поправках к закону об административных территориях и на теленных пунктах. Ряд самоуправлений, таких как Елгова и Венсполс, призывает не объединять их с Елговским и Венсполскими краями. Венсполский край также не хочет быть в составе города Венсполс. Аналогичное решение не присоединяться к Дауглополсу принял и Ауглдауговский край. Об этом и сообщил Союз Зеленых и Крестьян. В свою очередь, новое единство уже заявило о том, что не поддержит пересмотр результатов административно-территориальной реформы, но поддержит поправки, которые укрепят уже существующее самоуправление. Кроме этого, новое единство также не поддержит создание и новых самоуправлений. Министерство сообщения во главе с Каспаром Бришкинсом на три года засекретило план спецрейсов национальной авиакомпании «Аэрболтик», организованных для лиц особой важности в случае угрозы государству. Отвечая на официальный запрос журналиста Лату Лапсы о предоставлении более подробной и детальной информации на сей счет, Министерство сообщения, ссылаясь на закон, подчеркнуло, цитата, «Поскольку вопрос касается аспектов сотрудничества гражданской и военной авиации, а также планов действий сторон в чрезвычайных ситуациях при различных угрожающих сценариях, информационный отчет был классифицирован как официальная информация. И на основании статьи 3.1 закона о государственной тайне, она является государственной тайной, и ее распространение не регулируется законом о свободе информации. Статья же 8.1 закона о государственной тайне предусматривает, что информация для служебных целей является секретной в течение трех лет. В связи с вышеизложенным Министерство сообщения не может предоставить содержание информационного отчета. Таким образом, рядовым латвицам остается только догадываться, что это за лица, кому будет позволено подняться на борт спецрейса в случае угрозы стране. Ну а простому жителю государства в случае возникновения опасности о себе придется позаботиться самому. Его спецбортом эвакуировать точно никто не будет. Донорская кровь – вещь незаменимая и весьма ценная. По факту она дороже золота и драгоценных камней, ведь в отличие от этих материальных ценностей, кровь ежедневно спасает жизни десяткам тысячам людей. Именно о ее острой нехватке регулярно напоминают стационары и донорские центры, в том числе и в Латвии. В последнее время в нашей стране довольно часто устраивают дни донора, во время которых люди сдают кровь, чтобы пополнить ее запасы. Аналогичная акция на этой неделе прошла и в Аугждауговской краевой думе. Ее инициатором стала местная социальная служба. В этом мероприятии приняли участие 58 жителей края, 12 из них сдавали кровь впервые. Это в народе понимают очень просто и всегда отзываются на такой день, потому что кровь нужна в другой раз даже больше, чем медикаменты, чем лечение, тем радиология и так далее, все процедуры. Но кровь заменить ничем абсолютно нельзя. И если люди готовы на такой поступок, чтобы сдать кровь, чтобы кому-то помочь, мы сегодня готовы это сделать. Большое количество донорской крови используется ежедневно и в каждой больнице Латвии. В связи с этим ее запасы ежедневно уменьшаются. Именно поэтому важно постоянно их пополнять, нужны доноры. И тут необходимо понять, что никто не застрахован от несчастных случаев или различных заболеваний, когда требуется переливание крови. Главное, чтобы она была в нужный момент. Кровь используется для переливания, для онкологических больных, для больших трав, если происходят какие-то аварии, при больших ожогах и различных ситуациях, когда беременным женщинам тоже требуется переливание. И донором в целом может стать любой здоровый человек, условно здоровый, с 18 до 65 лет, весом не менее 50 килограммов. И тоже важно соблюдать показания гемоглобина, которые мы проверяем сразу на месте. Это от 12,5 единиц женщинам до и мужчинам 13,5 единиц. К сожалению, далеко не все могут стать донорами. Например, человек с ВИЧ-инфекцией или со СПИДом. Если переболели гепатитом. Кроме того, каждый раз у донора проверяется давление. Если она чересчур низкая или высокая, человека могут не допустить до сдачи крови. Об этом прекрасно осведомлен культработник Ауштауговского края, талантливый музыкант и исполнитель Санды Сулпе. Он на протяжении многих лет регулярно сдает кровь в донорских центрах. Узнав об акции в Ауштауговском крае, не задумываясь, решил в ней участвовать. Тем более, что время уже позволяло ему это сделать. С момента последней сдачи крови прошло более трех месяцев. Мы люди, и мы должны помогать друг другу. И если есть такая возможность, я всегда говорил, что нам надо помогать друг другу. Болезненный процесс? Нет. Если можно было почаще сдавать, можно было приходить каждый второй день сюда. Самочувствие нормальное? Да, да, да. Шикарно вообще. На самом деле, в Дауговпилсе сдать кровь можно практически каждый день. Ведь при городской поликлинике успешно работает Центр заготовки крови. Доноры могут приходить по понедельникам, вторникам, средам и четвергам с 8 до 10 часов. Что касается Ауштауговского края, то следующий день донора пройдет 26 марта в Дубнинском доме культуры с 9 до 12 часов. Более 90 тысяч евро самоуправление Дауговпилса готово выделить на строительство двух стационарных общественных туалетов в центре города. Один будет находиться в сквере Андреа Пумпура, второй – в Центральном городском парке. Участие в закупке приняли два претендента. Победителем по решению закупочной комиссии стала фирма «Инос», которая готова установить каждый из этих объектов за 44 960 евро без учета налога на добавленную стоимость. Согласно положению закупочной процедуры, победитель тендера должен выполнить подряд до 1 мая текущего года. И, как отметили в самоуправлении, прежде чем фирма приступит к выполнению контракта, данный вопрос будет рассмотрен на одном из профильных комитетов муниципалитета. И только после этого будет принято окончательное решение. Самоуправление Аурзаковского края сообщило о начале конкурса проектов в рамках культурной программы «Селия-2024», на реализацию которой финансирование будет получено из Государственного фонда культурного капитала в рамках программы развития латышских исторических земель. Заявки на проекты принимаются до 4 апреля, а их реализация может начаться уже 1 мая. В конкурсе проектов могут участвовать как юридические лица, так и самостоятельные структурные подразделения юридических лиц с правом заключения договоров. Заявки должны быть отправлены почтой не позднее 1 апреля, а в электронном формате – до 4 апреля. Положение конкурса и бланк заявки доступны на сайте селия.ком. Цель данной программы способствует сохранению и развитию культурного разнообразия Селии. Общий фонд финансирования конкурса составляет 84 тысячи евро. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok